Всем привет! Сегодня я приехала искать деревню. В прошлом году я здесь была. По старым картам посмотрела. Должна была располагаться деревня на той стороне дороги. Там все бегала, не нашла. А в этом году уже как бы нашла другую карту. И оказывается она не там была, не на том месте, а наоборот через дорогу с правой стороны. Выхожу даже не заметила. Смотрите, кто-то ритуал какой-то делал. Проглятый лес какой-то здесь. Что тут делали, непонятно. Бояться не будем. Кто тут повешал это все дело? Не знаю. Мы таких дел не боимся. Ничего не боимся. Отважные девчонки. Обиваться надо. Комаров и сунеков. Но пауты жужжут. Так, одеваться не хочется. Жарко. Сегодня 30 градусов. Приехала вечерком. Будем скать деревеньку. До свидания. Вот это старая дорога, вот дальше туда вот деревня была, на месте старой дороги линию построили. Сейчас мы туда дальше и пойдем. Здесь недалеко уже осталось, сейчас по дороге может быть что-нибудь будет интересненькое. По сигналам будет видно, что тут такое. Какая железяка, петля какая-то от сельхозтехники. Ладно, мы это не берем. Ну вот уже какой-то хорошенький сигнальчик, высокий сигнал. Смотрите какое дерево рядышком возле дома, уже наверное больше сотни лет ему. И там вот дальше такие большие деревья старые. Вот, корни, корни тоже мешает. Неглубокий сигнал. Только не глубоко. Идем-то рядышком уже, по крайней мере посмотреть, что за сигнал. О, елененькое, елененькое что-то. Колечко, смотрите. Мужское, наверное, колечко было. Ой, лопатой я его маленько ударила. Ну вот, смотрите, уже признаки жизни. Значит, жизнь была. Люди жили. Колечко. Копать хорошо песочек. Так, все. Сейчас, может быть, я и зацеплюсь за это место. Но это вот первый фундамент, на котором я остановилась. Деревня здесь старая, с 1700 какого-то года. Советское время почти она не захватила. Там, может быть, совсем начало советского времени. Поэтому мало было здесь, наверное, пробок. И всего остального посмотрим. Вот, сразу возле домовой ямы еще один сигналчик. Солнце уже садится. Время много. Такая подушка. Мягкая. Пушистая такая. Я еще не копала в такой земле, чтобы вот так вот. Пушистая такая. Пушистый такой верхний твой. Из маха. Сейчас посмотрим. Слабенько пробивает сигналчик. И выкопала где-то еще. 있어요. Слабенько Umber셔야! Нет,地 estimates! Юв�ный твой? Такая жара сухая, сухой кусок такой... Сигнал хороший, высокий. Похоже, империя. 95-96. Так, что у нас тут? Ох, смотрите. Ой, вывалилась. Монитосина. Это 2 копеечки у нас 1906 года. Хорошенькая монета. В сохране. Так, здесь вот. Песочный сохран. Нормально. Сейчас, может быть, зацеплюсь за это место. Бывает, найдешь такой фундамент. Находок столько много и бегать никуда не надо. Накопаешь кучу находок. Ладно, копаем дальше. МД-регион. Международная сеть магазинов поисковой техники. Уже 12 лет на рынке. У ребят более 130 магазинов. 10 из них находятся в Москве. Всегда широкий ассортимент металлоискателей, катушек, аксессуаров. Можете смело обращаться. Всегда грамотно проконсультируют и помогут подобрать все необходимое снаряжение для поиска. Работают напрямую с мировыми производителями. Имеют свой сервисный центр. Рекомендую. Сейчас вот еще такую штучку нашла. Сначала как монеты. Тоже вот вокруг дома этого хожу. Вот такая штучка. Ручка или что? В общем, какая-то такая хорошо звенела. Штука такая. Хочу вот сейчас вот стеночки прозвонить. Потому что это зачастую бывают прямо монеты в самой яме. Или вокруг по стенкам. Из-за этого моха можно ничего не найти. Потому что такой большой слой уменьшает глубину обнаружения. Еще неплохой сигнал. 56 пробелоси. Спрашивают, как у тебя прибор работает. Хорошо работает? Не жалуюсь. Не пожалела купила. Все спрашивают. А то говорят, поди пожалела. Нет. Нисколько не пожалела. Намного приходится теперь меньше копать. Так что тут здесь у нас. прибор дорогой. Но он этого стоит. Поверьте мне. Какая-то крышечка. Интересно, что такое накладочка или что было. Дракончик. Кто знает, напишите. А здесь вот так вот. Ой, цепляется. Видите, либо крышка, либо накладка какая-то. Но интересная. Сейчас заровняем, чтобы не видно было ничего. Потому что здесь грибники ходят. В лесу много белых грибов. Вот видите, еще на стеночке. Еще и один сигнальчик рядышком. 76. Ну, прыгает, правда. Но все равно выкопаем. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Такой прямо песочек, смотрите, пушистый. Такой весь рассыпается. Одно удовольствие. О, это что? Ой, я думала, монетка маленькая. Такая беру, такая думаю, монетка. Это, блин, от керосинки. Обрадовалась. Вот такая находка. Заставила меня уже так порадоваться. Беру такая за монетку. Вот такая керосинка. Ну ладно, находка. Все-таки. Что-то, чем ничего. Все-таки. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один сигналчик, очень хороший сигнал. Сейчас на одном фундаменте накопаем золото, серебра. Посмотрите, хороший сигнал, высокий опять. 96, похоже на импирию. Где-то был сигнал хороший и пропал. Бывает копаешь, копаешь, есть сигнал хороший, а потом бац и нет ничего. Или железо перебивает, или что. Сейчас посмотрим. А, вон, смотрите, я его не докопала. Песок. Так. Очень жарко сегодня, прям невозможно. Так, что у нас здесь такое? Где-то здесь что-то. Монетка. Ура! Смотрите, какая зелененькая. Песочки. Почистила маленько монетку. Смотрите, какая прелесть у нас. Три копейки. 1893 год. Вообще шикарная монета. В таком сохране. Как-то тройки все время какие-то затертые попадаются. А это такая хорошенькая, вообще здоровская монета. Вот так. Вот и фундамент. Это я только на первом фундаменте хожу. Там еще дальше. Еще одна домовая яма. Видно вам или нет, не знаю. Как бы камера все равно не передаст. Вот у меня сегодня разведка. Опять же таки разведка получилась. В общем, ходить мне еще тут и ходить. Не будем отвлекаться, продолжаем дальше. А то уже темно совсем в лесу. Просто подкруйся. Сон. Сон. Основ. Тринлязь. 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 А то есть, не знаю, там, там, ты. Тринлязь. Вообще. Тринлязь. Первый работник. Тринлязь. Хороший фигнатчик у меня опять. Можно его выкопать. 42-40. Тоже может быть как советская монета. Так, уже как пробка звучит. Что-то есть у нас. Смотрите, я вижу. Пробка, наверное. Ой, монета. Ой, не монета, что-то такое. Смотрите. Это что за находка? Значок какой-то, что ли? Отличная стрельба. Вот здесь, наверное, за отличную стрельбу значок. Здесь вот отломано. Но это не я. Это тот. Кто-то носил, сломал. Дырочки уже сделали. Пришивали, что ли, его. Все хожу возле этого фундамента. Вот там веточки. Вот эту территорию я хочу здесь хотя бы пройти. Пробить один фундамент. Бегать не буду, потому что время много. Видите? Еще такая находка. Жил какой-то здесь стрелок меткий. И так дорожил своим значком, что даже, вот видите, пришивал. Буловочка отпала. Пришил. Так, ладно. Поспешим. Еще хочется пробежаться здесь немножко. Потому что уже солнце село. В лесу темно. Камера уже плохо фокусирует. Будем бегать дальше. Быстренько. Сейчас еще вот такую конинку откопала. Крупненькая такая, красивая конина. Дерево тоже такое старое. Столетнее. Дерево. Пожар был в лесу. Обгорел все. Хороший. Ой, блин, корни эти тоже. Вот видите, на одном фундаменте уже сколько сигнальчиков хороших откопало. Что-то выкопали. Пин не взяла я сегодня. Что-то у нас здесь. Выпало что ли что-то? Точно выпало. Смотрите. Выпало монета. Песочки. Походу две копейки. Песочек. И чистить не надо. Монетка сразу чистенькая. Две копеечки у нас. 1903 года. Хорошая монета тоже. Сохране. Люблю монеты искать в лесу, где песочек. Сохранчик в основном радует всегда. Вообще такие хорошие монетки. Приеду, наверное, сюда через дня два. Хочу вот дальше туда вот пробежаться, конечно. Сегодня туда уже не пойду. Покружу здесь возле этого фундамента первого. А потом уже дальше. В следующий раз уже дальше туда. На следующий фундамент буду перебираться. Смысла нет бегать сегодня. Еще один хороший тегнальчик. Как в песочке я люблю. Они прямо вываливаются сразу. Что это за монета? Вот такой питачино здоровенный. Это у нас правление Александра Второго. Вот это находка. Приятно так держать такую монету. Большая. Здесь, правда, она какая-то как-то подзаляпана на другой стороне. Это надо почиститься все. Не буду сейчас время терять, потому что уже темно. Старая, конечно, здесь деревня была. Вот видите, уже первый фундамент. Столько находок. Что еще будет дальше? Монеты 1800-х годов. Сигнальчик какой-то на дороге. Советский как будто. Что-то такое у нас тут. Непонятно. Советик. Еще и проволока. Проволока здесь тоже встречается, между прочим. Кусочки проволоки. Сейчас подведем итоги сегодняшнего копа. Хорошо, что я нашла эту деревню старенькую. Железячки там еще откапывала. Но я, видите, пошла, забыла свой рюкзачок. У меня в рюкзаке был пин. В общем, все пооставляла. Торопилась быстрее, потому что уже темно. Возле дерева сложила эти железяки. Показывать не стала. Зачем они? То, что получше, забрала с собой. То, что можно унести в кармане. Вообще, пятак у меня сегодня шикарный. Две копеечки. Еще двойчок. И три копейки. Так, значок у нас. Отличный стрелок. Это такая интересная штучка. Накладочка или что? От керосинки здесь. А, да, колеечко. Ну и вот конинки немножко накопала. Крупная такая конина здоровенная тоже. Всем удачи! Пока! Увидимся в следующем видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова